Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Первым нападает DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Дорогие друзья Даже Александр Набиев Сейчас просто струганул Глядя на то, как своим копчиком Драхнулся Субтитры делал DimaTorzok На эти ободранные Обрезанные банки Господи боже Вот это матч, дорогие друзья Все что угодно идет в ход Но я напоминаю Чемпионом станет только один Из этих рестлеров Кто же это будет И Хелкинг, он забирается на топ-роуп и проводит метеору с верхнего каната. Майк Нобелл перепечатан к настилу ринга. И теперь Дайанг Санчес получает лестницу прямо в лицо. Я не понимаю, как Хелкинг вернулся после тех связок ламп. Что он хочет сделать? Поставить эту лестницу? Она же, по-моему, сломана. Слушайте, он нашел выход. Он поставил ее на канату. Очень удобно. Времени думать нет. Дайанг Санчес пытается устранить Хелкинга, но тот еще одну метеору проводит. И пригвоздил Дайанг Санчеса головой в настил ринга. Слышите, как фанаты поддерживают Хелкинга. То есть всегда плевать на всех остальных, судя по всему. Как же это понять, я не знаю, рыбакаешь ты, рыбакаешь? Их проводит имплант бастер. И, похоже, сейчас вне зоны доступа находится Дайанг Санчес. Ну да, в принципе, он и не похож на абонента, но что же будет дальше? Это еще не все, Хелкинг. Нет, Дайанг Санчес поднимает Хелкинга. И Алабама Слэм прямо на лестницу, которая стояла в углу. Дайанг Санчес разбегается, и канат Малсан тут мимо. Смотрите на их приемы. Они хоть и не похожи на тяжеловесов, но их приемы. Алабама Слэм, Суплекс, Айриш Вик второй. И, может, текло злает мимо. Второй. Тогда Дайанг Санчес толкает в канаты Хелкинга. И какой жесткий немецкий Суплекс! Тем временем Артур Марк атакует Майка Нобла. Такое ощущение, когда пытается его изнасиловать, но кажется, нет. Все же пытается сделать, просто забить его коленями и кулаками. Но, кстати, изнасилование, дабы подорвать моральный дух своего соперника, очень даже может пойти в ход. Но сейчас Майк Нобл получает люминесцентные лампы. Все же делает Хелкинг. Надевает стул на Санчеса и что дальше? И это первеное колено! Каленочный стул! Что за матч, дорогие друзья? Что вообще происходит? Дорогие друзья, даже я, я возбудился, глядя на это. Посмотрите, они ставят вторую лестницу на ринге. Даже Александр Нобиев возбудился при просмотре этого матча. И вот посмотрите, Хелкингу не удается забраться по этой лестнице. Судья еще и смог ее удержать. Но находится другая лестница. И Хелкинг довольно близко уже. Он уже в шаге, он уже в одном, он уже в полушаге. От того, чтобы стать новым экстремальным чемпионом НВВ. Но Артур Марк мешает Хелкингу взять титул. И Хелкинг атакует обоих, летит на них прямо с лестницы. То ли Кэффин дроп, то ли бэк элбоу, я не понимаю. Дорогие друзья, если вы особо чувствительны, не смотрите, шишка возбудится. Что происходит? Что происходит? Санчес, он лезет на вершину этой конструкции. Он лезет на вершину клетки боли. О, нет! Что? Да, посмотрите, все просто участники в нокауте в том же деле. Санч, смотрите на его лицо, он как будто бухал охоту крепкая две недели. Смотрите, смотрите на середине, на Майка Нобла. Он похож на карателя, который жил год в России. Ну, я не понимаю просто, все без сознания. Но Санчес встает первым, ведь это именно он сделал кросс-бадди с 6-метровой высоты прямо на этих трех участников. Я, я, Александр Набиф, я видел много дерьмишка. Я и снимался в арцистах, это хуже всего. Но я охраневаюсь от того, что тут происходит. Теперь ближе всех находится Дайанг Санчес. Но Хелкин каким-то чудом ему удается прервать эту попытку своего соперника. Что происходит в этом матче? Каждый может выиграть. И лестница просто прилетает в Санчеса. И что делает Хелкинг? Он поднимает его, засовывает между ног, бьет его прямо по хребту. И дальше он пройдет. И Санчес оказывается на лестнице. Он лежит на стальной лестнице, это уже неприятно, сука. Хелкинг, ползи, ползи, ползи к титулу, давай. Что сделает Хелкинг? Ну, он берет или не берет, что он не был, мудак, он что-то берет-то? Хелкинг, сделай правильный выбор. Это не стоит того. Коффин-дроп, сука, на маленькую стремянку. Вместо того, чтобы взять титул, ну, сука, Хелкинг не зря лежал в психушке. Сука, ему реально не зря кололи галку. Да, он лежал в психушке, ему кололи галопередолб. Смотрите на него, он же мудак, это видно. А теперь смотрите на Санчеса. Он лезет дальше в своих, сука, военных шортиках. Артур Марк мешает Санчесу забраться, забраться прямо к титулу экстремального чемпиона НВВ. Что происходит, дорогие друзья? Просто, ну, мне кажется, клетка боли 2, она удалась, дорогие друзья. Как вы считаете, Александр? Конечно, эти 4 легковеса когда-нибудь точно будут тег-тим чемпионы. Иначе нельзя посмотреть на их рвение к победе. Посмотрите на то, как они дерутся не только друг с другом, они дерутся, сука, с остальными лестницами. Это круче Дон Кихота. И что дальше? Артур Марк, он просто избивает. Тег-тим чемпионами? Конечно. Все четверо? Все четверо могут брать эти титулы без какой-либо сука, сука, я не знаю, что сказать. Все четверо могут взять эти титулы, наплевать на совесть, на все, смотрите на пилоти. Что можно сказать, это то, что все четверо прямо сейчас могут взять титул экстремального чемпиона НВВ, но из них будет только один, собственно говоря, чемпиона. И сейчас ближе всех к тому, чтобы получить этот статус Артур Марк и Дайанг Санчес, которые просто стоят на злополучной лестнице, которую пытаются удерживать рефери. Но вы посмотрите, просто ни один из рестлеров не может дотянуться до титула. При этом им надо брать в расчет, что их соперник в любой момент может атаковать любую из частей тела. Артур Марк уже дотянулся до пояса, но Санчес мешает Артуру, а тем временем вы посмотрите, что делает Майк Нобел. Он уже поставил на ринге конструкцию импровизированный стол с лампами. И что делает Артур в очень опасном положении? Он падает на лампы! Лампы – это просто одно из самых жестких, что можно только использовать в кардкоре. Смотрите на лицо Санчеса, он доволен. Вы только вдумайтесь, кто в этом матче за титул экстрим-чемпиона. Новичок ультравайланса, фанат карателя, судья и человек из психушки. Это просто четыре конченых человека. Они готовы сделать все ради этого экстрим-титула. Сейчас Санчес поднимается, и он хватает пояс чемпиона, пояс экстремального чемпиона. И он стрелает его! Да, Янг Санчес становится первым в истории экстремальным чемпионом. Норс-Уэст-рестлинг! Поздравляем! И это единственный на 2020 год экстрим-чемпионы России, сука! Вот это да, дорогие друзья! Кто бы мог подумать? Ну, в принципе, это было ожидаемо, учитывая, какую тактику избрали члены группировки «Крестоносцы». И, да, Янг Санчес, я напоминаю, становится первым экстремальным чемпионом NWW. Ну что же, как бы то ни было, как бы себя не вели крестоносцы, стоит поздравить Дайанг Санчеса. Все было в рамках правил, даже не было внешнего вмешательства. Да, Фантом так и не стал. Все рестеры были близки к победе, но чемпионом мог стать только один, конечно же, я напоминаю. Им стал Дайанг Санчес. Ну что же, дорогие друзья, большое спасибо за просмотр этого матча. Впереди вас ждет матч-титул против титула. Набиев против Элероя. Оставайтесь с нами. Это NWW и это Клетка Боли 2. С вами были Илья Сотников. И Александр Набиев, сука! Ну что же, друзья, встретимся с вами совсем скоро. До свидания!